давайте об этом не об этом можно говорить просто знаешь я же как-то там услугали валют славьева я знаю да норкину тоже есть не вместе работал они неплохие они неплохие они неплохие журналисты не да да они они достаточно талантливые но я смотрю например словно за газа горизонт своей смерти то есть что на что я должен поменять я должен поменять условную дачу на озере кома которые внуки мои скорее всего там продадут внуки то мои например при следующем по путине там через два поколения они смогут сказать что дедушка наш был вот там кто-то там кто он был там пропагандист ну вот кто сегодня из сегодняшних пропагандистов или там внуков пропагандистов может с гордостью сказать о своем внуке о своем деде для меня вот то что я вижу но такой тлен то есть это не жируют как-то там чего условно жируют опять-таки ну какие там дачи квартира дальше то чего ну что вот где это где тут уход за горизонт здесь сегодня сейчас заработать заработать больше чем что чего тебе не хватает там не знаю ты голодаешь у тебя ипотека у тебя будет там квартира больше ста метров но окей ты точно не по ни в чулане живешь и обслуживают и что от этого там входишь в какую-то элиту нет не входишь тебя принимают первые лица но они относятся к тебе как к обычному клоуну при при извините за мой французский ну то есть ты статусе ты не можешь каких-то вопросов решать поэтому для меня мотивационная модель то есть этих людей она честно скажу искренней болью и таким сожалению что талантливые умные люди и такой хернию занимается они пытаются вот как-то к этой когорте пригрести вот этих кого они обслуживают мы их туда никто не по нику никогда не пустит и пире они будут первыми кого кого солью об этой когорте значит владимир зеленский подписал закон об олигархах так называемый и в реестр который вот будет создан олигархов будут внесены частные лица которые имеют влияние на политику которые владеют сми и которые имеют активы в размере по моему миллиарда прожиточных минимумов да вот как вы думаете это вообще эффективные меры как это отразится на жизни простых украинцев и было бы или польза такого аналогичного закона у нас в россии или у нас олигархов нет как говорил наш президента пару лет назад ну разделим то что делает владимир зеленский на мой взгляд это такой уже уход умирающего потому что я пишу по регулярно подкасты по экономике украины и про политику и то что еще когда бы зеленского не было избран я сказал очень простую вещь что для того чтобы зеленскому сделать какие-то вещи или реформы ему нужно в первые там три-четыре месяца нужно было первое либо кого-то с одной частью того кого мы ошибочно называем олигархами это реально финансово-промышленные группы или хлеба передавить либо договориться поскольку он в эту когорту не пошел он посчитал по разным причинам на мой взгляд причина это даже не вопрос то что он посчитал у нее не было такой возможности начать договариваться или удавливать вот эти финансово-промышленные группы он остался в в условной его в поле так называемой народной любви а народная любовь очень такая штука быстро пи переворачивающийся и вот эти это она там дает обеспечение на условно говоря процентов на 40 успеха и она очень быстро перевернулась и сейчас то что владимир зеленский делает но он пытается делать некий пиар-ходы но по моим расчетам да уже видно под подвижки как раз вот этих фпг которые уже готовят нескольких своих кандидатов и у меня даже сомнений нет что в общем-то владимир зеленскому будет крайне крайне непросто оказаться в кресле президента в следующем цикле причем печально что у него был хороший карт-бланш это с первого дня было видно и печально что он конечно не смог вы никак использовать возвращаясь к нашему но у нас соответственно финансово-промышленными группами являются генерал-лейтенанты которые в свою очередь там не своими руками владеют теми или иными активами поэтому даже те там тот список forbes который у нас есть 104 семей я при всем при всей любви и уважении к там я многих людей из них знаю лично ну в какой момент им скажут этот традиционный мальчик подойди сюда распишись и кстати ручку не забудь вернуть это вопрос времени и перепишут на кого скажут сожалению россия это страна победивших прапорщиков в кожанке с револьверами в кожаных кепках поэтому перепишут и все то есть получается в россии власть принадлежит не олигархам потому что это же такой распространенный тезис нам против олигархов это такой лозунг левых политиков в том числе по поводу левых политиков мы периодически за вашем эфире обсуждали что я как раз очень хочу за последние сто лет увидеть хотя бы теоретическое развитие именно на основании статистических выкладок развитие так называемого левого движения вообще левой идеологии именно не движения идеологии потому что в 90 процентов случаев все выливается в обычный бандитизм ну только такой прикрытой псевдо государственность вот мы у кого-то отберем как-то поделим и будет и наступит всеобщее благоденствие но процесс передела он всегда по у новых левых будет следующая итерация я всегда говорю давайте вы что-нибудь про созидательное вот вы создайте с помощью левой идеологии этого к сожалению вот как правило не происходит поэтому в кому принадлежит в россии власть власти принадлежит людям в погонах генерал-лейтенантом и их детям а это просто подписанты да с золотой золотыми яхтами клетками и всем остальном но выигрывает тот кто у кого маузер а народ тут не расчетной единицы не является народ тут кто его задача соответственно во время вакцинироваться не забывать сдавать налоги и даже свободные деньги которые у них остается не забывайте не только декларировать новый и правильно расходовать как скажет соответственно высшая власть вот и все и производить соответственно детей такая такая матрица феодальная матрица я бы сказал бы знаете по помесь фильм овачовский феодализм по поводу инфляции инфляция у нас бьет рекорды вы также на своем стриме говорили что в очередной раз цб собирается повышать ключевую ставку при этом цены растут на продукты на жкх что люди вот простой человек да сейчас он нас смотрит что может конкретно сделать чтобы как-то улучшить ситуацию или вообще никак в экономике будут какие-то просветы если так можно выразиться или мы будем погружаться все глубже и глубже дальше но это же не вы это же не про экономика это же вопрос про систему управления который называется там политика экономику поскольку как я уже сказал что это помесь системы управления помесь такой матрицы и феодализма когда по сути дела к человеку относятся как батарейки человек конечно должен больше вкладывать в собственное образование собственные собственную искать еще одну работу хотя большая часть наших сограждан работает уже на там на двух работах задолженности растут но это это же вопрос опять таки мы возвращаемся мы же большая часть наших сограждан говорит что мы не хотим заниматься политикой а это не про политику это про систему управления поэтому пока но люди не будут тут не надо тешить иллюзии никаких наверно никаких баррикад волнений упаси господь этого не будет то есть система бифуркации то есть система развала она происходит именно как раз в элитах или ты разваливаются другое дело что бенефициаром этого развала народ опять не будет именно по причине своей собственной пассивы как вы думаете кто будет преемника владимира путина во преемника владимира путина не будет я думаю что будет такой какой триумвир от нескольких генерал-лейтенантов вот поэтому владимира путина не может быть преемника технически потому что то что он сделал он себе он то он зачистил он настолько зачистил свою память то есть я уже сейчас понимаю что после него не останется ничего вот это людей которых он выкормил не просто не то что его память сотруд дай бог если там останутся живы его дети внуки все остальное поэтому кроме печали вот уже уже сейчас несмотря то что машина репрессивная она еще будет очень кровью и костями людей выплевывать их там сажать детишек за на 10 месяцев за какую-то хрень там прямо на ровном месте там и этого еще очень много может быть на несколько оппозиционных политиков ляжет на каком небольшом мосту но система уже сгнила она не не устойчивая ей там хорошо там 35 лет дальше то есть не будет вот как например когда ушел ельцин борис это разное это фундаментально разные вещи мы то что создал владимир путин это исключительно такой аргентинский сценарий с черными полковниками и может быть может быть дай бог если этим полковникам хватит разума потом пригласить условных гарвардских мальчиков но я так в кавычке это ставлю это слово дай бог но не факт потому что все они по особенно папе попервой будут реализовывать собственные амбиции собственные комплексы собственное удавленное его по поводу подписания 28 пунктов союзного договора лукашенко путин вот как это повлияет на жизнь российских граждан и на экономику тоже на наш это плюс минус это никак это такая знаете никак потому что это такая знаете мы можно они могли вместе в него забор вместе покрасить было точно так же как геккель берифин этом сэр приблизительно был бы эффект тот же самый беларусь нам принадлежит по самым скромным подсчетам 23 раза чисто по экономике фундаментальным являются несколько вещей точно не тарифы сотовой связи еще там какая-то фигня которая присутствует в разных обсуждениях это единое законодательство это единая система управления то есть подчинение там условных судов и всего всего остального я и там уже единое государственное управление все остальные вещи это вот как раз покраска забора поэтому это такие ритуальные шаги нового батька при этом при всем молодец он достаточно перемалывая абсолютно свой народ своего позицию не забывает выбивать деньги на существование своего режима у владимир владимирович поэтому с точки зрения продажи какой-то мифологической лояльности на политическом фоне но опять-таки это ключевой вопрос а что вы хотите оставить в истории после себя или вы если вы просто хотите как это вот в эту секунду поправить ну наверно да наверно да не знаю для для меня это мотивационная схема гибельная и бессмысленная потому что она подходит для какого-то не знаю 16-летнего ребенка там не знает для молодого пацана которому хочется перед девками проехаться на бэхе и там не знаю еще на чем-то и шикануть шампанским но вроде вы уже ребята заглядываете в землю под два метра под землю конечно многие многих вы еще переживете но вы чем чем бы хвалитесь и вы говорите о системе управления да и что в связи с этим у нас возникает такой кризис но говорят же о мировом экономическом кризисе сейчас ходят разговоры о зеленой энергетики бесконечной вот недавно анатолий чубай сказал что вот это энерго кризис связан с зеленой энергетикой что скоро и наши ресурсы никому будут особенно не нужны а вот это мол никто не обсуждает но как-то он так выразился страны а вот то что вы можете об этом сказать ну разделе безусловно правители большинства странно в отличие от нашего правителей по правителя соответственно беларуси почему зачастую кстати на за рубежом наших правителей считают восторгаются потому что те обычные чиновники и такие в понимании особенно наших бывших сограждан они мямли вот я вчера как раз целый час отвечал на вопросы русской диаспоры в канаде всегда очень забавно я откажешь на эти иммигрантские тусовки они конечно очень смешные там говорят что все по путина подержит нет а многие под и поддерживает путина именно по причине того что они не понимают каким образом работает система государственной власти системы демократии поскольку они не включены им кажется что вот на надо топнуть ногой там сильная рука правда они забывают продолжение что у сильной руки сильная рука должна задавать вопрос а собственно говоря зачем с тобой считаться если я сильная рука если я определяю то почему я должен в твою пользу соответственно быть сильным они в пользу самого и самую себя поэтому конечно большая часть но правителей всех стран пошло по достаточно губительному пути она сделала попросту говоря раздавала псевдо социальные пособия раздувая внешние долги ну вот один долг канады вырос 18 раз поэтому как раз когда вчера общался с канадской аудитории вернее с русскоязычный скажем так все таки будем корректны то что канаде она имеет весьма опосредованное положение вот я сказал что я очень люблю трюдо за те его какие-то популистские вещи там катание в метро и все остальное потому что действительно импонирует и так и должно быть на это не должно расходоваться денег но хотелось бы узнать как трюдо отдаст соответственно выросший долг 18 раз и сейчас если мы говорим о будущем финансовом кризисе который действительно перейдут им является потому что денег много здесь в чем его сложность ну вот как раз мы с евгением коганом это московские партнеры по его стриме поговорили о том когда все-таки пузырь начнет сдуваться вот он сказал что типа в ноябре пока вот ноябрь и пока вроде эффект кого на не срабатывает я сказал что поскольку это как в покере все правители всех стран выгодно блефовать я думаю что они дуть этот блеф будут ну еще очень долго по моим оценкам это будет февраль ну то есть март как минимум причина очень простая потому что здесь проиграет то вот кто первый как говорится морганет и россию то начнет смывать то само по себе поэтому мировой финансовый кризис он у нас есть но в чем его прелесть этого финансовый кризис что он везде поэтому мы можем соответственно не не сильно пострадать но от чего мы можем пострадать этот 2 это в части вашего марлезонского балет который вы задали это про так называемую зеленую или а низкокарбонную энергетику там с низким вы выбросы почему это вторая часть марлезонского балета потому что достаточно маркетинговый тренд по чем я что защищает маркетинговый тренд милая девушка грета девочка грета тумбер которую естественно все быстро запинали рассказали о том что он сумасшедшая за ней стоит ротшильд и еще что то она на самом деле всего лишь ну грубо говоря такой фронт-энд ну то есть ключевым вопросом является это как раз партии зеленых которые в свое время были ну скажем мягко на уровне такого около бандитизма через очень короткий промежуток времени они в общем правильно трансформировались и пришли к политическим механизмом получив очень серьезный политический соответственно вес не всегда сразу могу сказать что правильно правдиво рассказывая о тех или иных зеленых или технологических изменениях но тем не менее факт остается фактом сегодня есть этот тренд он маркетинговый почему он маркетинга потому что когда мы говорим о возобновляемой энергетике мы точнее в том числе и западные политики забывают рассказать фундаментальные две вещи это я уже говорю как инженер-конструктор технолог это собственно говоря системы накопления энергии собственно говоря утилизации систем накопления энергии именно обычно просто производства самих аккумуляторов их утилизации то есть если мы как белые люди как в катастрофическом колониальном соответственно каком-нибудь 17 18 веке сделаем такой финт ушами в рамках всего мира когда мы будем говорить о том что мы африканским детям с пусть пулем переработку редкоземельных металлов у них будет грязь по производству всех аккумуляторов а потом их и утилизацию то в этом смысле зеленая энергетика будет работать а если мы все-таки примем на себя ответственности поймем всю цепочку зеленой энергетики то она окажется не очень 3 первых закон закон проекта которые бы вы ввели значит в государственной думе инициировали если бы у вас была бы такая возможность и вы бы знали что они точно их точно примут вот чтобы улучшить экономическое состояние россии сегодня ну начать пришлось бы не с экономического состояния первое то что принятие любого закона должно отменять предыдущих десять потому что мы такое количество наплодили законодательных инициатив что уже они начинают противоречить друг другу это во первых строках надо все упрощать но второе ключевое это сокращение вообще количество министерств и ведомств причем я в я говорю прямо министерстве ведомства ну а если говорить экономические посылы то первое на минимальная зарплата не должна никоим образом обкладываться никакими налогами а люди ее получающие и получающие впоследствии любые государственные услуги должны быть освобождены от любых платежей как класс в принципе абсолютно все сотрудники государственных учреждений с них не должна также удерживаться никакие отчисления ни в какие фонды эти отчисления должны идти напрямую то есть люди которые работают на государевые должности в этих министерствах и ведомствах оставшиеся после того секвестра которым я сказал выше в них не должно быть никакой финансовой части точно так же относится и к там военным и и же и же с ними то есть они получают чистый доход а все остальное перечисляется на специальные фонды на прямо напрямую из казначейства это очень сильно поменяет в первую очередь систему управления приведет к реальной федерализации российской федерации кратко так а как вы к системе прогрессивного налогообложения то есть ну смотрите мы уже жили при системе так называемой прогрессивной шкалы налогов и это хороший популистский ход для там псевдо левых но абсолютно бестолковый с точки зрения по практической резали или реализации значит у нас количество людей получающих доход свыше 100 тысяч составляет не более там 2 2 3 десятых процента и это не те самые олигархи о которых мы с вами говорим о которых очень школ хочется ошкурить и рассказать и отобрать вот тогда то они начнут платить вот тогда мы вот эту копеечку видим это хорошо за исключительно для очень не понимающего ничего обывателя человек который хоть сколь нибудь там понимает не только в предпринимательстве в бизнесе но и вообще в экономике прекрасно понимает что люди со сверх высокими доходами то есть далеко за там 10 миллионов рублей ежемесячно получает не зарплату а доход то бишь он оформлен на исключительно в виде там доходов по ценным бумагам он оформлен в виде доходов там третьим лицам на какие-то юридические лица поэтому не если вы попробуете взять какую-нибудь там на декларацию условных наших олигарх вы будете удивлены что их просто в налоговые там они существуют виде очень невысокого дохода идея дивидендов так что это мера популистская бессмысленная и кроме того что это увеличит количество схем скажем перевода и сотрудников в том числе вот этих двух и трех десятых процентов но потому что это это такие менеджер среднего и высшего звена первую очередь государственных корпораций просто их начнут переводить на какие-то иные схемы выплаты доходов это просто увеличит транзакционные издержки поэтому я не могу сказать что я против но я считаю что не печаль что глупость легко проникает в сознание становится экономически мракобесие но в европе и в америке работает же эта система я вынужден огорчить по поводу европы и америки в европе и америке существует условная демократия существуют люди которые они система как раз вот этой крепостнической матрицы поэтому не надо путать теплые с мягким нельзя применять методы для условного мерседеса на жигули 78 а